Всех приветствую, мои дорогие подписчики! Сегодня мы начинаем постоянное летсплее на игру Planet Commander. Я уже снял два видео, это я анонсировал данную игрушку и снял по ней обзор. И вот, ну, наконец-то приступаем к летсплею. В этом летсплее, это будет называться Знакомство с игрой, я попробую вам объяснить какие-то моменты самой игрушки, менюшку разобрать, какие-то корабли показать, и мы сыграем с вами, может, один-два боя. Как видите, игра на русском языке. Что у нас тут имеется? Давайте быстренько, подробненько рассмотрим. Так, вот сверху у нас имеется наш уровень, у меня девятый уровень, мой ник и опыт, накопленный мной. Дальше, что это такое у нас? Это различные ежедневные награды, которые мы с вами будем получать через какое-то время. Отвечать, там, одного дня, два, три, как только мы восстановили данную игру, и мы сможем, в принципе, с вами тут многие вещи заработать. В игре имеется две вида валют. Это золото, вот эти золотые монетки, или вот эти какие-то красные кристаллики. Или вы будете зарабатывать их в бою, или сможете купить за донат. Ну, тут в магазине можно вот этот бесплатный набор, наборы также имеются. Так, вот золото, можем корабли дополнительно покупать, вот некоторые стоят определенное количество денег, эмблемы, и также имеется возможность ввести какой-то промо-код для того, чтобы получить бонус от разработчика. Как я понимаю, разработчик попозже будет эти коды раздавать. Официальный групп ВКонтакте, тоже ссылочек помимо игры, я оставлю под видео. Дальше, что у нас тут имеется? Так, находим в настройки. Так, можем выставить качество графики. Помимо этого, сможем отключить рекламу, если захотим. Так, дальше. Так, что-то нажал я, товарищи. Так, звук, геймплей. Ну, имейте в виду, это только игра проходит тестирование, поэтому какие-то вещи будут дорабатываться. Также имеется сообщество, то есть мы можем через игру зайти, посмотреть групп ВКонтакте, в Фейсбук зайти, оценить данную игрушку или попасть в раздел, где находятся еще игры. Окей, дальше. Так, чуть-чуть такой у нас. А, глобальный чат. То есть мы можем также общаться с другими игроками. Так, как этот чат убрать, я не понял. Сейчас чуть-чуть напишем. Сейчас чуть-чуть напишем. Нако-нако. Привет, допустим. Так, дальше. Так, товарищи, как убрать этот чат? Сейчас я туплю. Хотя я какое-то время в игру играл все-таки. Так, давайте я из игры быстро выйду. А, нет, нет, вот-вот, наверное. Вот, все, я не заметил. Дальше. У меня, как видите, имеется три корабля. Охотник и Звездный Волк, они даются по умолчанию, когда вы скачиваете на игру игрок, кстати, бесплатно. У наших кораблей, у каждого из кораблей, и это есть инвентарь, которым мы сможем с вами вооружить наш корабль. Давайте зайдем в охотник. Нажимаем параметры нашего корабля и различные виды вооружения, которые имеются в данной игрушке. То есть, допустим, видите, главный калибр, это основная пушка, которая у вас будет стрелять по соперникам. Вот тут даже есть подробная информация, тоже другое оружие у нас имеется. Допустим, спайерная зенитная пушка, активируется по наведению на цель. Тоже активируется по наведению на цель. То есть, это оружие, которое стоит автоматически. У каждого оружия свои параметры и характеристики. Мы можем какую-то из них экипи вооружить. Мы сможем их выигрывать каждый день, да, вот, различные награды, или покупать. Дальше. Видите, некоторых слотов не хватает. Я так понимаю, может быть, или у кораблей таких возможностей нет, они слишком слабые. Или потом разработчик улучшит. Дальше имеется еще вид оружия, ракетное оружие, допустим. Это оружие, которое вы сможете использовать в бою, но его дает определенное количество этого оружия. Средние ракеты, ракеты дальнего действия и различные гаджеты. Вот у меня, кстати, гаджеты есть на другом корабле. В Звездном Волке у меня имеются тоже, видите, ракетное оружие, у меня уже две штуки. То есть, у меня он помощнее корабль, больше различных вооружений. И вот этого паладина у меня, конечно, видите, побольше, чем эти корабли. Я уже играл в эту игру, сколько-то боев провел, как видите, урны копил. Это, как я понимаю, быстрые корабельки. А этот очень такой тяжелый, но он очень хорошо вооружен, бронирован, и с ним сложнее сражаться. Но зато он очень медленно передвигается. Окей. И мы можем, как вы видите, смотрите, калибр, мы можем поставить несколько штук. То есть, три штуки аж калибра главного. Ракетное вооружение у нас тоже три стоит. И вот гаджеты дополнительные имеются. Окей. Ну и теперь самое интересное. Тут мы можем посмотреть, какие корабли имеются. Вот наш корабль. А Звездный Волк, это, видите, он открывается после третьего уровня. У меня уже этот корабль давались на самом начале. Молот, пятый уровень. Мы можем купить. А за 10 тысяч, я, кстати, могу этот корабль сейчас купить за игровую валюту. Дальше имеется Феникс. Дальше Олимпус. Ворон. Четвернадцатый уровень нужен. Авангард. Так. Паладин, который у меня имеется. Защитник. Двадцатый уровень. Арбитр. Архангель. Ну, пока все. То есть, видите, нужно для того, чтобы купить остальные корабли, нам нужно купить уровень определенный. Для этого вы должны убивать соперников. А потом вы это сможете купить за игровую валюту. Как я понимаю. Окей. Есть магазин започистей, в котором мы сможем покупать различные тоже вещи. Вот, допустим, некоторые виды оружия. Да, вот они. Какой-то уровень. Пятый уровень, да. А вот у меня скоро десятый уровень появится. Я смогу купить более мощные вот эти вот орудия. И мне гораздо проще будет валить врагов. Окей. Так. Ну, в принципе, все рассказал. Давайте сейчас, наверное, сразимся с врагами. Так. Тут также имеется набор начинающего. Мы можем за 75 рублей получить 50 золота, 750 этих кристалликов и дополнительный корабль. Видите, специальная скидка. Окей. Дальше. Так как эта игра только проходит тестирование, да, то, следовательно, в ней много чего нету. В том числе и режимов. А в ней пока есть один режим. Вот вы нажимаете в бой. Называется битва команд. То есть вы сражаетесь друг с другом. Команда соперников против команды соперников. Тут показано количество народу, сколько человек в онлайне. Ну что, давайте вернемся в бой и покажем им Кузькину мать. Игра загружается. И сейчас я вам более подробно все расскажу. Вот различные подсказки. А, кстати, я не забыл сказать, здесь еще имеется слот. У меня два слота была свобода в начале игры, а потом третий я покупал. Поэтому... Так, мы выбираем корабль, с помощью которого сейчас будем сражаться. Имеется пока одна карта. Но будьте уверены, что разработчик постепенно будет улучшать... Так, давайте маленько звук прибавим. Улучшать и добавлять многие вещи. Так, вот наш корабль. Мы перемещаемся вот таким вот образом. Вверх-вниз, влево-вправо. Влево-вправо, вверх-вниз. Вперед-назад. Так, вражеские... Вражеские вот эти вот всякие вот... Что такое? Чувак появился и исчез. Они у них оранжевым цветом показаны их жизни. Поэтому легко их распознать. Имеется радар, который вы видите. Как вы видите, вот он где-то в центре от корабля находится. Так, но пока что-то я вижу только вражеские корабли. И не вижу своих чуваков, своих чувачков, которые мне будут помогать сражаться. Давайте я пробую сейчас использовать специальное оружие. Ой-ой-ой-ой. Нет, не получилось. Как-так-так-так. Вот так он будет использоваться. И, как я понимаю... А, вон-вон. Вот видите, зеленым цветом это наши, а оранжевым это вражеские юниты. Вот так мы направляем. И мы сможем расстреливать этих чуваков. Ну, видите, как очень легко и меня быстро завалили. Ну, не знаю, почему это произошло. Что-то вроде ехало-ехало и меня прилетело. Я стрелял. Стрелял мебель. Так, теперь я выберу более мощный корабль. После уничтожения любой техники вражеской вам будут давать опыт и различную валюту. А так как меня убили, я ничего пока не получил. Вот можно слева в сторону нажать и показана статистика, сколько раз мы умерли и что мы сделаем. Так, я хочу вот этого чувачёшка завалить, потому что... Атомстить хочу. Используем вот это вот оружие, которое мне, наверное, поможет. Вот, видите, у меня две ракеты. И поэтому ракеты мне сейчас... У меня это... Вот это оружие будет восстанавливаться постепенно. Так, всё, видите, я завалил. Вот, видите, у меня ракета не восстанавливает. Это, мне кажется, оружие даже лучше, чем обычные ракеты, которые у меня были до этого. Потому что они постоянно действия имеют. То есть, постоянно появляются. В этом смысле, конечно, круто. Так, ещё второй корабль сейчас завалил. Он, видите, я уже два корабля, и просто уничтожил. Постепенно, ну, как бы, определённо корабли имеют силовое поле. На моём корабле вроде силового поля нету. Поэтому, ну, он хоть и быстро передвигается, но тяжело им, ну, как бы, выдерживает какой-то урон. Вот. Так, 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 так. Вот у меня появились члены команды. Один корабль я уже потерял. Так, 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 на-на-на тебе. Один корабль я уже потерял. О, как я красавчик. Три танка, три корабля завалил. Ну, а теперь у нас будет тяжёлая артиллерия. Мы выпускаем в бой паладина. Сейчас вы видите, чем отличается от предыдущих кораблей. Он будет медленно передвигаться, но если шарахнет, мало не покажется. Но он очень медленный, поэтому имейте в виду, выбирая его. То есть, если вас окружат быстрые корабли космические, вам реально не поздоровится. Я уже играл, и мне было очень больно, когда меня вот реально со всех сторон расстреливали. Так, давайте, чё тут. Несмотря на то, что геймплей сам не такой, ну, как бы, не терпит, такой он не быстрый, играть интересно. То есть, может, вам вначале, когда вы запустите, не понравится какой-то геймплей медленный, но вот реально появляются у вас новые корабли. Новые корабли появляются, и вы реально там начинаете... Вот видите, как я круто выпустил все свои эти, и очень легко и просто уничтожил корабль. Даже зря, наверное, я использовал лёгкие торпеды. То есть, играть интересно. Пока одна единственная карта, ну, ничего, разработчик постоянно улучшает. Вот я уже третье или четвёртое обновление скачал, и с удовольствием, вот, какая-то скотина меня, кстати, атакует. Играю в данную игрушку, она реально крутая. Буду постоянно пилить летсплей, ну, приблизительно раз в неделю, ну, я так говорю, приблизительно. Вот, и поэтому присоединяюсь со мной в играть в эту отличную и интересную игрушку. Ну, так, давайте, я уже, какой я красавчик, видите, я уже сколько космических кораблей просто легко и завалил. И, возможно, у меня после вот этой битвы, я, если корабль потеряю, если я погибну, я начну, у меня закончится моё сражение, и я паду к себе, так сказать, на главную менюшку. И мне дадут определён количество опыта денег. И, возможно, десятый уровень будет. Вот так вот стреляем, и нафиг всех уничтожаем. Так, вот тут какая-то скотина меня стреляет, я даже не вижу. Вот тут обо мне стреляет, я не вижу его. Ага, надо на радар смотреть. То есть, внимательнее смотрите на радар. Вы видите, сколько я уже, сколько попаданий я выдержал, да? И я ещё живой. То есть, я уже уничтожу, сколько, 2-3 вражеских судна. Вот эта скотина меня растает. Вот видите, этот корабль космический, этот скотин, он более подвижный, легко и просто меня уничтожает. Пытается, по крайней мере, но ещё я, всё, я погиб. Вот так будут происходить сражения на данный момент. Спецэффект, как вы видите, достаточно интересный и так красиво. Вот я захожу в ангар, захожу в ангар. На водичке выплю. А ну вот, у меня игра наконец-то загрузилась. Не хватает мне, конечно, 10 уровня маленького опыта. Но вы поняли, что из себя представляет. Очень круто сделано. Интересно. Давайте попробую, сейчас ещё, наверное, сыграю один поединок. Для того, чтобы поединок, давайте посмотрим, какие ещё можно вооружить. Вот смотрите, двустворные. Тут надо разбираться по каждому оружию. Но я в основном смотрю на урон. На урон, смотрите, 360. Я могу взять, допустим, нажать, снять. Нажать сюда и выбрать, какое из них крутое. Вот, допустим, видите, тяжёлый турель. Давайте его... У меня вроде что-то другое стало. Вот так, двуствольное. Так, давайте. Так, посмотрим. Вот одинаково, что ли? Да. Мне кажется, это лучше. Так, что тут у нас имеется. Можно инвентировать, инвентировать. Так, вот. Тяжёлые ракеты. Но тут они... Не знаю, мне Шмель как-то больше нравится, потому что они остаются. Это оружие. Так, ладно, давайте ещё раз сразимся. А, сразимся с вражескими... Живыми игроками покажем Кузькин Мать. В прошлый раз у меня получилось очень хорошо это. И начать в комментариях вообще, ну, как бы, что вы думаете об этой игре, мне очень интересно ваше мнение, будете ли в неё играть, будете смотреть мои летсплеи. Так, погнали. О, прям, смотри, как чётко, чувак. Встал так, прям, чтоб я его убил. Хотя, видите, я его сейчас... Сейчас я в него, как бы... Ну, как бы я в него стрелял, но я... Не я его уничтожил. Как я понимаю, кто делает последний выстрел, тот и забирает всё бабло и опыт. Так, что тут... Так... Какой-то... Синай... Шат. Шат. Антон Привил. Ну, Привил, так, вот. А, так как игра появилась недавно, да, люди, как-то, не разбираются. Вот, смотрите, у чувака силовое поле. Возможно, у меня тоже силовое поле есть, но я, как бы, его... Ну, как бы... Тяжело пока понять, где он находится. Такое ощущение, что он энергию восстанавливает. Смотри, смотри, по-моему, сейчас стреляет гоню наш. Смотри, этот меня убегает даже. Вот, видите, у меня есть в пользу какое-то оружие. Давайте сразу выберем паладина. Ну, всё, чуваки, сейчас будет вас... Вам будет очень больно. Очень больно. И особенно прикольно. Умираешь, как бы, и тут такое... А, ну, чё, чувак, ну, всё, сейчас я тебе бошку-то-то оторву, оторву бошку. Так же, такие вот здоровые крейсеры. Это реально круто. Так. То есть, как вы поняли, в этом режиме... Ну, как это, так как это тестирование происходит, тут нет такого, что убить купленное количество соперников дается время. Нет. А так как всё тестируется, разработчик проверяет, как игра ведёт на различных устройствах, здесь просто тупо вас кидает в один из уровней, и вам просто нужно выживать до тех пор, пока вы все корабли ваши не будут уничтожены. То есть, в этом смысл пока этого режима. Но, всё равно играть интересно. Чувак, смотри, смотри, смотри. Блин, чувак. Должен умереть. Я не помню, этот чувак метрос ввалил. Как вы слышите, на английском изгарят weapons ready. То есть, нам игра говорит о том, что игра... Оружие готово и готово к выстрелу. Так, что тут у нас? Что тут у нас? А-а-а. Погнали, погнали добивать. Но сейчас пока в любой момент могут появиться вражеские корабли. Поэтому надо быстрее уничтожать. И, как я понимаю, если много кораблей, то нельзя сражаться против многих. Ну, когда, допустим, куча 2-3 соперника против тебя, а ты ломишься. Лучше, конечно, сражаться толпой, чтобы можно было... Вот так-так-так-так-так-так-так-так-так. Да умри, чувак, ты спокойно. Просто успокойся, чувак. Окей, готов. Так, тут есть враги. Вот на радаре пока я не вижу врагов. Летают только свои. То есть, не присоединясь еще. Никто и никого пока нету. Можем пока насладиться красотами этой карты. Симпатично сделано. Вообще никаких лагов, тормозов я не замечал, по крайней мере. Но есть какие-то баги, которые постепенно устраняются. Но это круто. Ну, блин, видите, никого нету. И приходится ждать, чтобы кто-то присоединился. Так, тут, как вы поняли, поле, оно ограждено. Вы не можете пересекать его до определенной точки. А при столкновении, допустим, вот с этими красивыми небоскребами, повреждений я что-то не замечала, чтобы у меня какие-то были повреждения. Поэтому тут, знаете... Так, ну что, кто-нибудь появляться будет, нет? Или мы на этом закончим наш летсплей? Никого нету. Посмотрим, что-то по статистике, видите? О, я занимаю пока первое место. Я набрал уже сколько. Мы можем в любой момент из поединка выйти, если мы с вами захотим. Давайте облетим, посмотрим вообще все эти красоты, что-то такое. Пока есть возможность, пока я не сражаюсь, можем оценить графику и вообще, как сделана модель. Ну, внизу, конечно, сделана не очень. Сама поверхность вот именно земли. А вот небоскребы сделаны симпатично. Симпатично, прямо красотища. Вот это солнышко светит. Ведь, по идее, так если подумать, вот если подумать, на картах, где вы летаете на каком-то космическом корабле, просто летаете, даже на самолетах, не обязательно какое-то разнообразие. Одно дело, когда вы перемещаетесь... Так, Вовраг появился, нет? Одно дело, когда вы перемещаетесь по земле, там да, вы можете куда-то врезать. А тут что? Тут, в принципе... Поехали к нему. Тут карта и как бы не нужна какая-нибудь такая прямо сверху, какая-нибудь крутая. Посмотрим, на что этот чувак способен. И, думаю, на этом буду заканчиваться, заканчивать свой летсплей. Первый летсплей, еще раз подпишу, у вас всех я буду снимать постоянно по этой игре замечательный летсплей. И, как говорится, вы, думаю, пристраститесь к данной игре, как и я. Смотрите, чувак, иди так, и я его так... Так, 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 чувак, чувак, сдохнусь, сдохнусь, сдохнусь. Как бы, дается ли опыт за повреждения, то, что когда убиваешь, дается-то точно, да, а за повреждение я маленько не понял. Ну, все, последний танк, танк, у меня уже это... Последний корабль у меня остался. Мне кажется, вот этот корабль самый такой космический, самый крутой для меня пока. Так, мы пока... Да, блин... Чувак... Сейчас меня сзади будет, чувак, расстреливать. Попробуем его. Блин, я ракеты, которые спускал, блин, все, я погиб смертью кораблю. Слишком много кораблей, как я говорил ранее, чем... Если их трое, а ты один, лучше убегай, жди, когда кто-то присоединится и сражайся в команде, потому что в противном случае ты просто помруешь. Вот таким образом мы сможем получать опыт. В прошлый раз чуть мне не получилось. И мы можем с вами или нажать продолжить, получить опыт, или нажать двойную награду. Если мы нажмем двойную награду, она скинет на ролик с рекламой, и вам просто надо его просмотреть, 20-30 секунд, нажали звук, выключили все, просмотрели, вы получили двойную награду, и разработчику кинули какую-то копеечку. Я считаю, это самый идеальный способ, как бы, накапливать опыты и валюту. То есть для меня это самая крутая вещь, это самая удобная, и поэтому, как бы, если вы хотите быстрее накопить уровень, сделать круче танк с вашей космической корабли, то в самый раз. Но, видите, уже практически 10 уровень, в следующем летсплее точно будет 10 уровень, а может и больше. Ну, в принципе, все об игре рассказал, показал какие-то основные аспекты. В следующих летсплеях будет, возможно, новое оружие, новые корабли, какое-то обновление тоже будет выпускать летсплей. Поэтому ставьте лайки и играйте в эту замечательную игрушку. Ссылку на самую игру и на игру ВКонтакте вы увидите под видео. А для вас старался Андрей Тандроидович. Всем пока!